Меня зовут Дога Кристина, я студентка факультета математики и компьютерных наук Кубанского государственного университета. И сегодня я хочу рассказать вам об учебном пособии «Первое знакомство с Linux». Это пособие уже активно используется у нас на факультете. На слайде есть конкретные курсы. Но я хочу добавить, что материал у нас ориентирован не только на тех, кто работает с Linux под руководством преподавателя, то есть в рамках учебных дисциплин, но и на тех, кто изучает Linux самостоятельно. Что касается теоретической части, мы постарались минимизировать количество терминов, ну а самые базовые уже адаптировали под уровень начинающего. Что касается практики, у нас не практики, а примеров, то у нас также их достаточно много, чтобы человек понимал, как связана та абстракция, которую он учит, с конкретными практическими задачами, которые ему придется решать каждый день, работая с операционной системой. Наш пособие состоит из 8 теоретических разделов и лабораторных работ в приложении. Лабораторных работ 8 по 15 вариантов в каждой, от простых заданий к более сложным. В каждом разделе мы подробно описываем базовые принципы работы с Linux, причем делаем упор на отличия и сходства других операционных систем и операционных систем на базе ядра Linux. Потому что у начинающих очень часто возникают проблемы, когда они начинают придумывать какие-то несуществующие аналогии и пользоваться ними. При этом совершенно не замечают тех аналогий, которые действительно есть. Например, если пользователь пытается работать с файловой системой Linux так же, как он привык это делать в Windows. Иногда может быть и ничего страшного, а иногда можно и данные свои потерять, и систему сломать. Но при этом если речь касается, например, изучения символьных ссылок, то здесь уже нет смысла забивать себе голову тем, что знакомо. В Windows есть ярлыки, многие пользователи знают, как это работает. Поэтому здесь мы решили ничего нового не изобретать. Самой сложной темой остается терминал, потому что в Windows хоть есть командная строка, но вы прекрасно понимаете, что операционная система построена так, что многие пользователи даже не знают, что она там есть. При том, что в Linux это один из основных инструментов. Без него никак. Иногда он вообще незаменимый, иногда он просто удобнее, потому что какие-то команды, какие-то задачи объемные с точки зрения графики выполняются одной-двумя командами. Кстати, что насчет команд? Мы базовые описываем, приводим на примерах, потом выкладываем в качестве справочного материала. Также рассказываем про команды получения справочной информации, для того, чтобы пользователь сам мог найти все, что ему нужно, независимо от того, есть у нас это пособие или нет. Также мы затрагиваем тему пакетов и приложений, потому что опять-таки DEP пакеты, RPM пакеты, это головоломка для начинающего линуксоида, потому что в Windows всего этого, естественно, нет. В принципе, содержание вы видели, я его пересказывать не буду. Единственное, что хочу еще сказать по поводу установки, потому что для многих пользователей это страшно. И тут уже в отличие от терминала хочу подчеркнуть, что это не столько сложно, сколько страшно, потому что человек боится потерять свои данные, человек боится, что если он на какую-то не ту кнопочку нажмет, то придется выкидывать компьютер. Поэтому мы решили сделать инструкцию в этом же пособии с картинками, с пометками, с обозначениями того, чего не нужно делать при установке, чтобы пользователь мог сам поставить себе, в принципе, любой популярный дистрибутив на свою машину. Вот на слайде есть ссылка на видео по установке. Это дополнение к тому, что у нас есть в пособии. Еще хотелось бы отметить практику, потому что есть очень много учебников, чисто теоретических. Вы прекрасно понимаете, что без практики теория очень быстро выходит из головы. Поэтому мы сделали лабораторных работ, постарались их сделать с большим количеством заданий и нацелили эти задания на то, чтобы пользователь учился решать именно те задачи, которые он будет решать, если не каждый день, то достаточно часто. То есть это работа с файлами, работа с пользователями и так далее. Я не буду все перечислять. Учебное пособие уже есть в открытом доступе. Это на сайте 1.aer и выложено в виде курса на образовательной платформе Stepik. Что еще хочу сказать именно по поводу курса, то там помимо тех лабораторных работ, о которых я говорила, есть еще задания по типу тестовых, то есть уже на закрепление теоретических знаний. Все, спасибо. Готова ответить на ваши вопросы. Кристина, скажите, пожалуйста, у нас на позу прошлой работе было такое понятие бизнес-пользователь. Бизнес-пользователь назывался человек, у которого Windows на десктопе. Вот скажите, ваш курс рассчитан на кого? На бизнес-пользователей или же на технических людей, на системщиков, программистов? Наш курс рассчитан на начинающего пользователя. То есть даже если человек просто хочет пользоваться Linux по каким-то своим причинам, но не знает, с чего начать, как вообще его учить, как вообще его устанавливать, то он может пройти наш курс. Независимо от того, будет он программистом, чем бы он там ни занимался. Это просто вводная часть, которая поможет человеку войти в Linux. Еще один вопрос. Наверное, ваши пользователи, когда решают эти задачи, управление группами, и там все прочее, они не могут обойтись без редактирования текстовых файликов? Да. А какой текстовый редактор вы рекомендуете начинающему пользователю? Нано. Ясно, спасибо. Если касается графики, то я имею в виду приложений дополнительных, то это LibreOffice и так далее, но это уже приложения. А скажите, у вас предусмотрена доработка этого пособия с участием сообщества? Да, конечно. И под какой лицензией оно размещается? Лицензии пока нет, оно в свободном совершенно доступе. Если есть чем дополнить, то присылайте, пожалуйста, у нас еще… А формат какой там? Формат чего именно? Исходников пособия. Обычное ODT или PDF. Можно. Просто если был бы, например, ODF, OD, короче, ODT plain XML, либо какой-нибудь там латех, то было бы удобнее патчи присылать. Был бы нормальный DIF, а ODT довольно сложно отслеживать справки. В принципе, можно и латех, это не проблема. Просто было бы, мне кажется, интересно, скажем так, при необходимости такое пособие дорабатывать, а потом его как-то использовать. Потому что таких пособий, вот на самом деле, по пальцам рук можно пересчитать. Я, например, когда человек какой-то спрашивает, хочу познакомиться с Linux, с чего мне начать? Мне приходится посылать читать FreeBSD Handbook и с FreeBSD знакомиться. Потому что других вводных курсов по именно Linux я не встречал хороших прям. Вот если бы из этого такое сделать, что-то уровня FreeBSD Handbook только по Linux для новичков, то было бы очень неплохо. Ну, вы знаете, я этой работой занялась именно потому, что, когда я изучала Linux, я на многие вещи натыкалась, которые в учебниках, ну, опускаются. То есть учебник хороший, он написан профессионалом, но именно из-за того, что это профессионал, он какие-то моменты считает очевидными. И я об них билась головой, билась достаточно больно. У вас на этой картинке, может быть, для кого-нибудь будет ссылки не совпадают. То, что дает QR-код и то, что написано внизу, разное. Мы предполагаем, что, наверное, QR-код правильнее, чем ссылка внизу. А что выдает? Ну, в принципе, он открывает то, что, по идее, нужно. Первое знакомство с Linux на степике, но ссылка другая совсем, не то, что написано под QR-кодом. И первый сайт, учебное пособие, первый знаком с Linux, тоже ссылка другая. Тут написано R8-KNO. А, ну ссылки просто сокращенные. Ну, понятно. А он выдает T6-LH, то есть другие буквы. По идее, просто поправить презентацию, наверное, имеет смысл немножко здесь. Кристин, пока не видно вопросов. У меня маленький комментарий. Когда-то я читал в родной физмат-школе курс по Linux в 99-м и 2008-м. Во-первых, могу передать материалы, вдруг пригодятся. Во-вторых, мне кажется, что помимо объяснения, ну не знаю, там, как держать ножик в руках, там, как картошку чистить, да, то есть какие-то сугубо прикладные вещи, но по большому счету не университетского, а ПТУшного уровня, вот. Есть смысл, ну хотя бы затронуть, хотя бы одной строкой, вот какие-то принципиальные вещи, вот вроде того, что униксовый подход это инструментальный подход, и мне кажется, сейчас это особенно актуально в своем роде, потому что по большому счету вот эти вот 30 лет нам впаривали в кавычках культуру потребления, да. А наша, она все-таки скорее культура созидания, вот, в советское время там вот инженерная, так сказать, во многом, да, и униксовый подход, он хорошо укладывается именно в это. То есть не когда вот тебе кнопка, да, заплати, так сказать, или идти, а вот тебе инструментарий для решения твоей задачи. И более того, вот мы как-то с Николаем Николаевичем тут общались на конференции, он мне, так сказать, на такую штуку указал, что западный подход, он скорее индуктивный, от, ну, это уже как я запомнил, да, то есть вот у меня есть что-то, и от этого я там отталкиваюсь, иду куда-то. А восточный подход вот наш, он скорее дедуктивный, то есть я строю шаги, отталкиваясь от задачи, от цели. Это правильно. Мне кажется, это вот на такие моменты тоже стоит хотя бы буквально одной строкой обращать внимание, пусть растет. Ну вот конкретно в курсе мы стараемся просто дать сами инструменты, потому что у меня, не буду озвучивать каких курсов, но в университете есть такие курсы, которые преподаются по инструкции. То есть буквально, вот как вчера говорили, со скриншотами совсем на свете, и получается так, что когда я получаю задачу другую, я не могу ее решить, потому что я привыкла, вот шаг влево, шаг вправо, расстрел на месте. А здесь мы стараемся действительно дать набор инструментов, чтобы человек знал, у меня есть вот это, я могу решить задачу с помощью вот этих инструментов, там будь то команды, будь то еще что-то. И в принципе это достаточно, да, то есть это обучение, оно намного эффективнее, нежели по шаблонам, потому что время-то все равно тратится, хоть на что. И еще один момент, вот у Виктора Вагнера есть статья уже лет 20, наверное, в ряде дружественных интерфейсов, ее стоит отдельно почитать. И мой такой вот как бы вывод как переводчика и там, ну скажем так, юзера, вот, в том числе и униксового, это что тут с той же консолью, с ней многое перекликается с освоением именно языка. То есть пока ты там вообще ничего не знаешь, это страшно. Пока ты знаешь 5 слов, тебе это ничем не помогает примерно вообще. Когда ты вот первых там, не знаю, 3 десятка слов, там пару идем уже как-то где-то там освоил, дальше уже начинает одно к другому приклеиваться, потому что вот от этого вот какого-то ядрышка, от него уже есть какая-то практическая польза. Ну вот у нас была такая, ну не сказать, что проблема, но вопрос, что вводить терминал нужно осторожно, потому что, ну вот грубо говоря, если это студент, да, первокурсник, пришел, он, сколько он себя помнит, он работал в Windows, он кликал там по окошечкам. Общался жестами, так сказать. Да. Теперь ему дают терминал, говорят, пиши. Что пиши? Как пиши? Я когда впервые услышала команду сюда bt install, повторите, я ничего не поняла. То есть мы в нашем курсе вводим все постепенно и аккуратно, чтобы человек не испугался. А это очень важно, потому что многие просто при изучении Linux, при его многообразии, хватаются за голову, идут обратно в Windows, где все по скриншотам. Мне кажется, здесь еще такой момент, что там четверть века назад, когда я брался за Linux, он был гораздо более обозримый и человекопостижимый и в плане кода, и в плане готовой системы. То есть у меня там этот Linux занимал, по-моему, на 40 мегабайтном корне стоял. Вот. Возможно, стоит в некотором смысле посмотреть на мелкие дистрибутивы, там, вплоть до того, что, не знаю, там, бизи-бокс всякий, он, конечно, уже менее удобен, просто чисто на ощупь. Вот. Но именно вот сократить объем рассмотрения, то есть чтобы можно было просто провести по нему носу, ага, я это обошел. Ну, это уже, наверное, в кулуар. Есть вопросы еще? Или предложения? А скажите, я не нашел по этим ссылкам контактов никаких, куда вправки слать? Сейчас, я включу первый слайд. Почта. Ага, спасибо. Так не просто слайд, чуть-чуть немного. Долго грузится. Вот почта есть. В принципе, для такого отличного, между прочим, начинания учебника, стоило бы завести развороженные буксоиды, букзилок этому учебнику и действительно сделать так, как с кем его. Хорошо. Спасибо. Сергей Турчин, базальт СПО. Я просто поправить хотел. Дело в том, что файловая система NTFS поддерживает символические ссылки, поэтому сравнивание ярлыков и символических ссылок не совсем корректно. Что вы будете с этим делать, я не знаю. Смотрите, в дальнейшем это можно рассматривать как отличие, но если начинать со всех нюансов на начальном уровне, опять-таки у человека взорвется мозг. Я имею в виду, это некорректно просто. Для начального уровня, я считаю, да, вы правы, что в общем это некорректно. Но для того, чтобы просто начать хоть как-то взаимодействовать с операционной системой, я считаю, что можно. Я согласен, да. Дальше понятно, что если мы это будем развивать, этот курс, возможно это будет книга в будущем, в каких-то главах после можно объяснить, что вот да. Я просто хотел сказать, чтобы вы имели в виду просто. Я знаю. Спасибо. Спасибо. Все. Спасибо большое.